МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Уплываем, как город справляется с весенним паводком. От дачи вортовой в Сарове строят мини-буксир. Осторожно, мошенники, как не попасть на крючок любителей легкой наживы. Далее расскажем обо всем подробно. Срок действия водительских прав, подлежащих замене, продлят на три года. Это касается документов, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Распоряжение коснется и других документов, диагностических карт транспорта Крайнего Севера, на котором перевозят опасные грузы, свидетельства о регистрации племенных стад и отдельных санитарно-эпидемиологических заключений. По словам Михаила Мишустина, это должно снизить нагрузку на граждан. Перестраховались. По словам представителей ГОИЧС, в прошлом году половодье вышло из-под контроля, поэтому в этом году решили понизить уровень в реках до критически низкого уровня. Решила ли это проблему разлива воды и что ждать от паводка дальше, расскажем в следующем репортаже. В наших выпусках мы уже рассказывали, что критические уровни спуска воды в Саровке и, как следствие, нетипично высокие скорости течения привели к размыванию берегов и обрушению губионов. Гидролог компании «Нижнов Геопроект» Александр Белов пояснил нам, что губионы проектировались с учетом максимальных и минимальных заявленных уровней воды. Тот уровень, до которого опустили воду этой весной, нетипичная для реки ситуация. Крайне странно выглядит ситуация, когда мы видим, что уровень воды значительно ниже, чем отметка на берегу, которая должна быть. Прекрасно видно, что значительная часть дна оголена. То есть это говорит о том, что произошел как будто бы аварийный сброс или намеренно опустили уровень воды, может быть, за тем, чтобы кто-то решил подстраховать себя в преддверии накопления и пропуска половодия. Это действительно подстраховка, пояснили нам в Управлении по делам ГО и ЧАЭС. В прошлом году серьезно затопило садоводческое общество имени Гагарина. Под водой оказались 269 участков. Поэтому в этом году на заседании комиссии приняли решение уменьшить уровень садиса еще на полметра ниже, чем в прошлом. Только одна единственная причина, чтобы обеспечить нормальный исход воды и не повышение уровня нижнего объекта для обеспечения не затопления участков садоводческого общества Гагарина. Чтобы избежать дальнейшего разрушения конструкции берегоукрепления, компания «Саровинвест», установившая габионы, направила в администрацию города письмо с просьбой в кратчайшие сроки поднять уровень воды в Саровке. Но, как рассказал Владимир Болтов, решение о подъеме уровня будет зависеть от объема воды в реке Сатис и пруду протяжном. Уменьшится где-то до 10 сантиметров сход воды. Не будет серьезных осадков, будет понижение температуры. Увидим, что нижний бьев или русл реки будет подходить к районе 160 сантиметров. Начнем прикрывать шиндоры для того, чтобы был набран уровень реки. В этот сезон паводков, как и в прошлом году, сотрудники ГО и ЧС столкнулись с затоплением улицы Зернова в районе медколледжа. Но в течение суток водоотвод наладили. Как заявил Владимир Болтов, такая ситуация возникла не только из-за таяния снега на близлежащих улицах, но и на территории аэродрома. Также большой резонанс вызвали истории с затоплением участков в СНТ имени Гагарина и Восход. Основной объем воды сейчас там уже откачали, и ситуацию держат на контроле. Заборы, подтопленные у одного участка, все остальное пока на сегодняшний момент, так скажем, по судоводческому обществу Гагарина серьезных проблем не представляется. И будем пытаться еще в течение, так скажем, наверное, в течение двух-трех дней держать гидротехническое сооружение в таком ситуации, чтобы уменьшить уровень воды, чтобы вода ушла с береговой линии судоводческого общества Гагарина. Сейчас снег остался в основном только в лесах, а прогноз погоды уже показывает снижение температуры, поэтому интенсивность схода снега снизится. Если в ближайшее время погодные условия будут в норме, то уже скоро поводковая ситуация в городе стабилизируется. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Отделение футбола спортивной школы ИКАР объявило дополнительный набор. Мальчики 2012 года рождения могут попасть в группу начальной подготовки, а для ребят 2008 года есть места в тренировочной группе. Тренировать будет Александр Колганов. Занятия бесплатные, подробности по телефону 99 381. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство Российской Федерации начинает проект «Профессионалитет». В регионах создадут образовательно-производственные центры, кластеры. В этом году запланировано 70 таких кластеров, три из которых в Нижегородской области. 16 апреля в рамках проекта пройдет онлайн-родительское собрание для родителей-школьников, которые планируют поступление в техникумы и колледжи. В собрании примет участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, а также сотрудники ведущих предприятий региона в области металлургии, машиностроения и сельского хозяйства. Трансляция мероприятия начнется в 10 утра в официальном паблике Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области ВКонтакте. Молодежный центр приглашает саровчан на форум «Быть родителем не просто». Он пройдет 23 апреля с 10 до 12 часов, но записи открыты уже сейчас. Зарегистрироваться можно по телефону 9-9109 или заполнив форуму в группе молодежного центра ВКонтакте. Участников форума ждут беседы со специалистами, которые помогут разобраться в вопросах здоровья, обучения и воспитания ребенка. Для детей будет открыта игровая комната. Студия хореографии Задоринки Дворца детского творчества стала победителем 10-го всероссийского грантового конкурса «Танцевальная ассамблея». Творческое соревнование, на которое приехали 25 коллективов из 17 городов, прошло в Санкт-Петербурге. Воспитанницы Анны Козловской показали жюри танец «Черный ворон» и три новых работы «Не танго», «Взгляд из Марианской» и «Туман». За каждую саровчане получили диплом лауреата в первой степени в номинациях «Фолк», «Эстрадный танец» и «Современный танец». Кроме того, задоринки дважды получали приглашение на участие в закрытом грантовом конкурсе «Кубок победителей» среди лучших коллективов этого учебного года. В Сарове появится мини-буксир. Над его созданием трудится руководитель Клуба исторической реконструкции «1945» Алексей Морозов. О том, на какой стадии сейчас работы, как назовут корабли, когда планируют спустить на воду, расскажем в следующем репортаже. Многие помнят добрый советский мультик о путешествии маленького катерка «Чижик». Он разводил почту в разные уголки земли, побывал на Северном полюсе и в жаркой Африке. Свой «Чижик» совсем скоро появится и в Сарове. Идея его создания у Алексея Морозова родилась спонтанно. Да и реализовать ее было непросто, поскольку в кораблестроении Алексей пробует свои силы впервые. Однако трудности мужчину нисколько не испугали. Совершенно новое направление. Я, собственно говоря, чисто случайно, мы встретились с Михаилом Прохоровым. Он говорит, что вот есть такая интересная вещь, показал мне видео в интернете. И мне почему-то стало интересно, и мы с ним договорились, как бы этой темой заняться. Сначала связались с компанией, которая занимается изготовлением деталей кораблей. Заказали каркас нужной модели. Затем полученные детали вырезали на лазерном станке, а потом склеили. Сборка заняла около месяца. Впереди осталась самая сложная – оклейка и окраска, рассказал Алексей Морозов. Оклейка, шлифовка, окраска, грунтовка и все такое прочее. Поэтому вплоть до того, что приходится звонить. Вот сейчас я собираюсь, наверное, на выходные поехать на мастер-класс в Москву, чтобы мне объяснили, как работать с определенными гелькоутами. Потому что я никогда этого не знал, даже название, ну, как сказать, слышал. Не то, что впервые, но для меня оно было редкостным. Корабль спустят на воду уже этим летом. Будет ли он катать детей или возить грузы, пока неизвестно. Но ясно одно – пылится в музее, чижик не будет, а отправится в свободное плавание. В Сарове сократилось число случаев интернет-мошенничества. С начала года в городе зафиксировали 27 таких преступлений, а за аналогичный период прошлого года – 57. Однако расслабляться и терять бдительность не стоит. Как защитить себя от обмана? Рекомендации правоохранителей в нашем следующем репортаже. Ваш сын попал в аварию, сбил человека, срочно нужны деньги. Звонки подобного содержания стали часто поступать жителям Нижегородской области. Звонят, как правило, на домашние номера, рассчитывая попасть на пожилых людей. Деньги у своих жертв аферисты забирают с помощью посредников. Водителей такси, используя их вслепую, под предлогом помочь бабушке или дедушке, которым сложно разобраться с банковскими переводами. Таксисты, ничего не подозревая, берут денежные средства, переводят на счета мошенников. Соответственно, мошенники для так называемого беспокойства просят таксистов оставить себе определенную сумму денег для того, чтобы те тоже не остались в накладе. И, соответственно, таким вот образом похищают денежные средства. Телефонные звонки – самый распространенный канал работы мошенников. Вам могут представиться сотрудникам службы безопасности банка или полицейским, назвать имя, фамилию и другие контактные данные. Номер звонившего может в точности совпадать с официальным номером банка или полиции. Все это не повод безоговорочно верить человеку на другом конце провода. Ни в коем случае не надо с ними продолжать общение, не передавать никакую личную информацию у вас, ни фамилии, имя, отчество, ни номера карт, ни, соответственно, любую информацию. Банковские работники вам звонить не будут. Если какие-то вопросы вам нужно решить, обратитесь лично в отделение того банка, где у вас открыты счета. Не стоит также пытаться разыграть, либо проучить эфиристов самостоятельно. По невнимательности одурачить можно самого себя. Саровчанке позвонил машинник, представившись банковским служащим. Женщина поняла, что ее пытаются обмануть, и решила подыграть. Она продиктовала номер карты с кодом на обратной стороне, на которой не было средств. Но шутка стоила дорого. Получив доступ к онлайн-кабинету путем получения номера карты и цифры с обратной стороне, зашли в онлайн-кабинет банка. И все денежные средства, которые были на счетах, в том числе на сберегательные книжки, порядка полумиллиона рублей похитили. А потому самый действенный метод защитить себя от обмана – просто сбросить телефонный звонок. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Художественная галерея начинает новый проект «Опера в кино» и откроет его 14 апреля «Волшебная флейта Моцарта» из юбилейной программы к столетию Зальцбургского фестиваля музыкального искусства. Подробности далее. Последняя опера Моцарта новаторски рассказанная в Зальцбурге как философская трагикомическая сказка. «Волшебная флейта» в постановке Лидии Штайер начинается как романтическая комедия, продолжается как карнавал, а заканчивается как философская притча с аллюзиями к трагедиям 20 века. Увидеть киноверсию знаменитого спектакля саровчане смогут на большом экране 14 апреля. Это не статичное изображение, это ощущение зрителям, как будто бы мы сидим с вами на первом ряду в Зальцбурге, на этой знаменитой сцене, а порой даже на самой сцене находимся, потому что это крупные планы, это срежиссированная версия спектакля. Спектакль появился на свет в 2018 году. Режиссер ввела в него новое действующее лицо – рассказчика, который как будто рассказывает сказку. Но на самом деле рассчитана постановка на более взрослую аудиторию. Поет спектакль «Венский хор», а партии исполняют знаменитые оперные певцы. Ощущение причастности этой музыки, этому произведению, этой истории, рассказанной в «Волшебной флейте», мне кажется, что это будет настоящим волшебным праздником всем нам на этой неделе здесь, в Сарове. «Волшебный флейт» открывает проект оперы в кино. До конца весны саровчане посмотрят балет Ромео и Джульетта, а в мае – оперу «Итальянка в Алжире» с Чичили и Бартери в главной роли. Осенью показы продолжат для лиц старше 12 лет. Детский хор «Капель» детской школы искусств стал лауреатом первой степени на международном вокально-хоровом конкурсе. Творческое испытание проходило в чебоксарах в очном и дистанционном форматах. Саровчане представили на суджюри видеозаписи трех произведений. Более двух тысяч солистов и хоровых коллективов из девяти регионов России в этом году приняли участие во втором международном конкурсе имени Лукина «Жаворонок-2022». Оценивали мастерство исполнителей, заслуженные деятели культуры РФ, профессора и преподаватели музыкальных училищ и вузов. Саров представлял хор «Капель» из детской школы искусств. Мы в результате очень ждали, надеялись, волновались и пришел такой результат. Мы стали лауреатами первой степени на этом конкурсе. Первое место – это очень высокая награда, за что благодарна жюри. Хор «Капель» еще молодой, пока считается младшим хором. Тем не менее, он уже известен не только в нашем городе. «Капель» неоднократно занимала призовые места на различных региональных и всероссийских соревнованиях. Из-за пандемии большинство конкурсов проходили в дистанционном формате, но хористы с нетерпением ждут возвращения выступлений на сцене. Дистанционно – это более скучно. То есть, когда ты на очном конкурсе участвуешь, это интересно. Ты и сам можешь выступить перед людьми в жизни, и на других тоже можно посмотреть. 16 апреля желание хористов выступить вживую, наконец, исполнится. «Капель» отправится на областной конкурс с патриотической песней у Бутерлино. А в конце мая с творчеством хора смогут познакомиться и соровчане на отчетном концерте в ДШИ. Ну и, пользуясь случаем, хотелось бы очень пригласить всех детей, которые хотят петь, хотят найти новых друзей, научиться взаимодействовать в коллективе, в наш коллектив, на наше хоровое отделение. Будет очень интересно, познавательно и увлекательно. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова